смысл игровой фидоспорт создать разность каждый игрок создает часть этой разницы хотите увидеть какую именно часть игрок создает если хотите то как раз этот материал для вас но личная переноса в игровом виде спорта это не один на один давайте сначала упрощенный 2 на 2 сыграли бы мы первыми за матч 1 2 со вторым почти 3 4 и так далее в круг сыграли как видите все сыграли партнерам и как соперникам все полная равенство соблюдается то есть никто не может сказать что он выиграл за счет более слабых соперников и тому подобное полная равномерность соблюдается теперь вопрос в том что как это играется 5 на 5 вот может увидеть на своей диаграмму для удобства это все выделено цвета то чтобы не связаться с циферками но обычно мы билеты вот таким но есть одна проблема играть только 10 игроков нас это ведь не устраивает ну что для этого надо сделать надо чтобы играли все новые пожертвы частично равномерность вот минус 1 это идеально равномерность распределения то есть на поле партнеров на одного меньше чем соперников но и собственно говоря вот такого рода сервис поэтому адрес мы создали значит это вот примеры того как уже играют через этот сервис собственно говоря как это выглядит но это все тренерский сервис пользовательский сервис то есть где игроки могут наблюдать это на сайте rawfirst.com в соответствующем разделе есть масса нюансов батарея учитывается стоит с той же разностью что и полевые игроки начале игры мяч указывается у конкретной какой-то команды в район спарка батарея после пяти семитров идет система плей-офф ну это маленькая вставка из того что было на самом деле начинали мы вот с этого то есть на боксерке делалось потом это все отражалось на ребята смотрели переодеваясь это хоккейный клуб автомобилист продолжительность матча то есть его должна быть такая же как в обычной игре то есть если результативность хоккей 7 шайб и там 8 шайб за игру вот где-то на 8 шайб надо ориентироваться такая должна быть общее число микроматчей такая продолжительность ну собственно с этого начинали для чего но прежде всего надо понимать что когда игроки то есть мы обостряем конкуренцию за первое место игроки начинают гнаться друг за другом то есть визуально видеть друг друга и когда они начинают гнаться и визуально видеть происходит очень редкий скачок уровня игры здесь сравниваются игроки возрастные то есть которые не прогрессивные игроки которые молодые восполняется дефицит игровой практики но и можно из очень большого числа группа игроков подобрать наиболее одаренных игроков наверно только за этим это все и делается самые распространенные вопросы которые есть это то что но не хочу не знаю не буду то есть допустим все побегут забивать нет если вы побежите забивать не умеете проиграть и тактика командной игры варьются самим игроком уходит в оценку работа научно обоснованно защищена виде кандидатской диссертации куча всяких публикаций часть из них вы видите топовые клубы могут пользоваться не пользоваться не обязательно так сказать когда они все это реализуют значит разность ну так сказать конечно можно убрать когда защитник нападающего разрушится равномерность распределения ну и собственно будет высокая погрешность значит тренер не должен болеть ни циковой игроков выделять моменты проявления игроками мастерства это самое главное приглашать на игры родители новых известных обострять ситуацию то есть конкуренцию за не вмешиваться спорта игроков где кто играет сами решат значит значит строится со временем тактику через выгодные размены собственно рекомендую сыграть 1 1 2 в неделю но собственно говоря но рекомендую название либо личный пейс либо контрольная игра подробнее можете это сказать вот связаться через эти контакты спасибо